привет всем кто меня смотрит в этом видео я хочу показать своих новичков которые я приобрела в этот раз гуляя по сеульскому рынку в этот раз я решила себе приобрести эти виды с которых я когда-то начинала свою коллекцию у меня был полный балкон дендра фаленопсисов также у меня был полный балкон фаленопсисов и когда я полностью освоила что такое орхидея как за ним ухаживать когда набралась опыта эти все виды у меня исчезли я их пораздарила так как они мне стали неинтересны и я загорелась более редкими более интересными более необычными видами орхидеи но когда эти виды исчезли из моей коллекции то мои балконы они не стали такими яркими так как видовые орхидеи они цветут не так долго по сравнению с этими видами кто содержит эти виды знает что продолжение их достигает и до двух-трех месяцев бывает и больше когда удлиняется и начинает продолжать цветение цветоносы я думаю что все таки коллекция какая бы ни была редкая и дорогая то без этих видов я думаю что она считается неполная скорее всего все мы начинали с этих видов очень много кто и сейчас содрогаясь дрожащими руками их поливает и издувает пылинки с каждого листика как когда-то это делала я я так же как и все начинающие орхидеисты я до покупки первой орхидеи я боялась заводить себе эти виды так как мне казали что они очень тяжелые что я за ними не смогу ухаживать но купив несколько из цепляров и конечно как и у всех новичков когда они у меня некоторые виды я загубила некоторые виды у меня активно пошли в рост то я начала набирать себе коллекцию как я уже сказала коллекцию я набрала из слегка доступных здесь орхидей это дендрофаленопсисы это фаленопсисы это дендробиум набили тогда еще он был в изобилии сейчас он почему-то еще с прилавков на азиатские виды это не афинете и сидерия джапоника я не обращал внимание так как они мне казались тусклыми некрасивыми ну со временем конечно же я поняла что это такое я поняла ихнюю редкость их не утонченность и необычность и когда я начала понимать необычность других видов орхидей то как я уже сказала эти виды исчезли у меня с коллекции также у меня потускнели мои балконы так как я уже сказала видовые орхидеи не цветут совсем недолго это какое-то мгновение мгновение раз в год бывает и два-три по сравнению с этими видами орхидей и чтобы как-то развеселить свои балконы у меня потихоньку появляются эти виды орхидей дендрофаленопсисы у меня цвели очень хорошо по нескольку раз в год выдавали очень обильные кисти жалко что такая гибридная красота не пахнет сейчас я поближе покажу этих красавиц которых я приобрела первые у нас фаленопсис конечно он без названия кстати какие голубя то мне очень понравился он в обзоре потому что по мере распуска он меняется в расцветке цветы вроде бы и обычные похожие на доридис но эти размеры где-то 5 сантиметров 5-6 очень красивая необычная губа у него и вот такая вот вроде бы и простенькая но заманчивая расцветка похоже на незаботки следом я приобрела дендрофаленопсис очень посмотрите какой у него размер цветка какой размах цветка цветок буквально сантиметров 7 может все и 10 я взяла такой необычной формы там были и более округленные мне больше понравился это необычная с белыми прожилками рассветка с его такой бархатистой губой дендробиум очень огромный очень огромный в своем размере здесь видно маленький ростик с маленькой деточки вот она и идет по нарастающей здесь он прыгает прыгает хорошо посмотрите с вот такого размера он вымахал вымахал в очень большую и огромную бульбочку как вы видите я их уже пересадила я вставлю и покажу фотографии фотографии корневой системы и корневая система у них более похожа на котлейные почему я и посадила их глиняные горшочки при покупке грунт у них составлял смесь кокосовых чипсов и коры мелкой фракции я посадила также добавила свою минеральную подкормку и сверху проложила мхом мухом мух как я уже говорила я использую для поддержания влаги вокруг орхидеи и поддержания влаги внутри горшка сейчас я вас познакомлю с валенопсисом с его посадкой здесь уже идет реакция моей минеральной подкормки сейчас я покажу как она реагирует вот эта шапка шапка плесени это так ведет себя моя минеральная подкормка какое-то время она окутывает корешки вот такой шапкой удобряя и защищая их от стрессов также помогая адаптировать корешки и вы знаете после вот такого воздействия корешки идут активно в рост корневая система была очень хорошая как видите я уже посадила его пластиковый горшочек мне показалось что что этим видом им будет очень благоприятно в этих горшочках я не спорю с комментариями которые под видео которым я выставила когда я приобрела эти горшочки что корешки они будут пробираться через дырочки они будут ветвиться снаружи горшка вы знаете для меня это по моему очень благоприятно так так как моя зима на балконах она холодная она мокрая и в этот период у меня из-за толщины грунта так как он полностью не просыхает а орхидейки я удобряю раз в месяц даже при этом сроки и у меня не успевает просыхать грунт я решила что такая посадка с вот таким беретеном вовнутрь мне будет очень благоприятно я не думаю что у меня будут сильно ветвиться корешки так как так как есть виды фаленопсисов которые у меня посажено такие корзиночки и вы знаете мои виды фаленопсисов находясь в таких посадках у них корешки не гуляют они уходят в грунт и равномерно располагается по по нему я думаю что также поведут поведут моей коллекции и те виды фаленопсисов которые я посадила в такие пластмассовые горшки но если даже корешки у нас полезу через дырки и наружу я за это так не переживаю так как мне очень нравится когда корешки вид ветвятся они смотрятся более естественно и я придумаю с этим же горшком какую-то другую не вытаскивая какую-то другую интересную посадку и посадку место скорее всего где он будет благоприятно вид свои корешки через вот эти вот дырочки менять грунт можно и не вытаскивая орхидею с посаженного вазона можно вытряхнуть грунт и также его засыпать ну когда конечно по израстанию израстанию орхидей из этого горшочка я думаю что я придумаю и как-то освобожу а может не освобожу оставлю ее в этой посадке ну там уже будет видно ту гор у листиков хороший даже у нас проклянулся вот такой листик и цветы они после пересадки они не стрессанули не было ни одного увидавшего цветочка таком состоянии я их купила так как это у ценочки все орхидеи я взяла по 4 доллара дендрофаленопсис и они считаются дороже чем фаленопсис и на 2-3 доллара выше по цене этот фаленопсис не думала брать но проходя мимо и увидев небольшую цену для своей декорации на балконе я решила его приобрести ну вот вроде бы и все что я хотела вам показать и рассказать у меня есть еще одна покупочка на этом рынке принципе я ехала за ней я ее приобрела я хочу сделать о ней отдельное видео и показать показать и рассказать о этой покупке более подробно на этом я буду прощаться всем спасибо что были со мной что смотрите меня всем до свидания и до новых встреч